На Западе надеются все-таки додолить Россию, дожать ее. Но уже приходит понимание, что этого не получится. Яверное оружие тактическое — это асимметричный ответ. Сколько бы они не создавали группировок, не увеличивали свою армию, мы, в принципе, можем нейтрализовать их этот потенциал с помощью яверного оружия. Там они будут вот такими обездоленными людьми, которых будут использовать на самых низкооплачиваемых работах, пользоваться их положением бедственным. Наше все-таки моральное какое-то превосходство в том, что мы не отвечаем пропагандой ненависти и вражды на то, что льется с той стороны. Мы все равно говорим, мы с вами братья, мы вас любим, мы вас ждем обратно. В семью. Алексей, приветствую вас. Приветствую. С новой силой, если хотите, зазвучала тема ядерного оружия в Беларуси. Не первый раз, но еще раз. С вашей точки зрения, с политической, с военной и с психологической, наверное, точки зрения, какую роль размещение ядерного оружия в Беларуси играет в первую очередь? В первую очередь, на мой взгляд, это, конечно, фактор сдерживания. Все-таки мы помним, что еще со времен Первой холодной войны взаимное ядерное сдерживание было фактором предотвращения серьезных конфликтов между сверхдержавами. Сейчас, конечно, ситуация изменилась. Мы видим, как размываются рамки безопасности, как рухнула система безопасности, которая создавалась в последние 40-50 лет. Но, тем не менее, ядерное оружие эту функцию свою до сих пор выполняет. Да, мы не ведем речь о стратегическом сдерживании. То есть у нас не размещается стратегическое ядерное оружие, которое может достичь Соединенных Штатов. Например, это прерогатива России, у нее есть такие средства доставки. Но, вот что касается ближайших соседей, прежде всего, Республики Польша, то для нее, конечно, наличие на территории Республики Беларусь практического ядерного оружия – это весьма серьезный фактор сдерживания. Они делают ставку на увеличение численности армии, на переоборужение армии, на вовлечение союзников по НАТО на территорию Польши для того, чтобы создавать, ну, вот такой, по сути, ударный кулак, который направлен, мы должны это понимать прежде всего, в нашу сторону. И вот ядерное оружие тактическое – это асимметричный ответ. Сколько бы они ни создавали группировок, ни увеличивали свою армию, мы, в принципе, можем нейтрализовать их этот потенциал с помощью ядерного оружия. Мы не стали вкладывать миллиарды долларов в милитаризацию страны, отбирая у врачей, у работников бюджетной сферы эти деньги. Мы выбрали вот такой путь, и он, на мой взгляд, может быть достаточно эффективным, потому что там за Богом должны понимать, у кого, у кого, а политической воле президента Беларуси нажать кнопку в случае агрессии прямой. Воли этой хватит. И они это понимают, зная, в общем-то, характер белорусского лидера. Поэтому, да, это фактор сдерживания, это политический сигнал серьезный, что нападение на Беларусь будет чревато катастрофическими последствиями для агрессора. И психологический. Мы демонстрируем, что не просто есть решимость, уже есть и техническая возможность, и политической воли тоже хватит. Вот часто говорят о местах, где можно разместить это оружие, они, в общем-то, подготовлены. И не мы, конечно, виноваты в том, что ситуация вынуждает нас это делать. Но вот сам факт вот этого момента передачи ядерного оружия, на ваш взгляд, как, может быть, по-новому характеризует отношения Беларуси и России? Вот глава государства на неделе вспомнил о том, как когда-то говорил Путину, подождите, придет время, будем спиной к спине стоять и отстреливать, и вот оно, время это пришло. Ну, разными эпитетами разные люди награждают этот наш союз. С вашей точки зрения? С моей точки зрения, факт размещения ядерного оружия российского на нашей территории, а также то, что, в общем-то, мы будем иметь доступ, да, в случае чего, к его применению. То есть мы будем иметь право второго ключа. То есть без нас его нельзя применить. Понятно, что это решение будет совместным, но тем не менее. Мы фактически уже получаем определенную степень контроля, да. И это говорит о том, что существует высочайшая степень доверия между лидерами, прежде всего, и между государствами. Россия за свою историю на Вишу никогда никому подобного оружия не предоставляла. Да, мы все понимаем, что есть опасения, а вдруг там это оружие останется, а вдруг оно будет использовано кем-то другим. Опасений много могло бы быть у российской стороны, но в белорусском случае они все беспочвены, потому что есть доверие, есть понимание, что мы вместе в одном окопе, да, и есть понимание того, что действительно для защиты Беларуси, для ее безопасности это оружие необходимо. Вот эти все факторы, это все понимание и доверие сошлись в одно. И это же тоже ведь несеминутно произошло. Разные были моменты в истории наших стран, но всегда вот вопросы безопасности, военного сотрудничества, они были, ну как бы, за скобками любых споров хозяйственных, любых там каких-то экономических противоречий. И на этом наш союз держался и держится, а сейчас мы видим, насколько это важно оказалось. И для России в первую очередь. Вот такая Беларусь, такая ее позиция. И, конечно же, российская страна пошла нам навстречу, понимая наши озабоченности из-за безопасности нашего государства. Эти озабоченности действительно оказались весьма серьезными, убедительными. И поэтому, вот как союзник, Россия пошла нам фактически во всем навстречу. Ну, президент же и говорил, собственно, что это он попросил, а где-то даже и потребовал, ну, если это применимо такое слово, ну, он так выразился, во всяком случае, у Владимира Путина это оружие, потому как, ну, есть достаточно реальная угроза именно внешней агрессии. И это, в общем-то, когда у него спросили про красные линии, так, собственно, вот она, ну, других красных линий быть не может. А Ольга Скобеева, когда брала интервью, у Александра Лукашенко поблагодарила и от себя, я так понимаю, и от России, белорусского президента, за то, что вот мы вместе. И ответ был такой достаточно неэмоциональный. То есть, ну, у нас есть договор, мы его просто выполняем, да? Если даже вот отбросить все эмоции, связанные с тем, что мы братские народы и так далее, и так далее. Но, говоря об Украине, говоря об Украине, вот президент много говорит, достаточно часто высказывается, но всегда вот у него прослеживается такая главная мысль, как мне кажется, и главная идея. Главное, чтобы не гибли люди. Вот все можно там делить, там договариваться, не договариваться. Мир сейчас переустраивается, новый какой-то миропорядок, мы еще не знаем, каким он будет, он сейчас вот зарождается на наших глазах. Это, естественно, болезненный процесс, связанный с массой конфликтов. Но как сделать так, чтобы не гибли люди? И вот белорусский лидер говорит об этом регулярно, но насколько его слышат, вопрос? Ну, я думаю, что в России, например, его не просто слышат, во многом разделяют его подходы. Другое дело, что на Украине и на Западе, наверное, слышат, но не хотят услышать, не хотят принять такой взгляд, который бы действительно мог вывести из ситуации кровопролитного конфликта кризис на Украине. Значит, это говорит о том, что там в этом конфликте заинтересованы. И украинское руководство уже не волнует вопрос спасения жизни своих граждан. Их волнует уже какая-то другая тема. Даже, наверное, несохранение собственной власти над территорией Украины, потому что вот в процессе этой войны, ну, по сути, происходит уничтожение всего ценного, что там есть, инфраструктуры. То есть государство превращается в руины. И они не могут этого не понимать. Значит, они сознательно это допускают, на это идут, имея, возможно, некие гарантии того, что вот вы воюете сколько можете, а потом мы вас вывезем, и там будь что вводят с этой Украиной. Вот только так я могу объяснить их реально нежелание прекратить кровопролитную войну, прекратить огромные жертвы с украинской стороны. Вы, видимо, они действительно гораздо-гораздо больше эти потери, чем у России. И человеческие, и ресурсные, и материальные. Я даже не знаю, какой страной выйдет Украина из этого конфликта. Ну, я думаю, катастрофически разрушены. Но остановиться шанс есть всегда. И он был. И год назад, и сейчас он есть. Но, вот, видимо, другие мотивы присутствуют. Мотивы такие, что надо максимально наносить ущерб России, не считаясь ни с чем. Именно не считаясь ни с какими потерями с украинской стороны. То есть это логика, ну, такого циничного камикадзе, да, который знает, что он как бы не выиграет, не победит, но попытается нанести максимальный ущерб. И в итоге самому себе этот ущерб будет нанесен. Единственное, на что они, наверное, надеются, это на то, что они потом благополучно уедут и забудут об этом вообще. Вот я только так могу это объяснить. Ну, конечно, мечты такие красивые, наверняка, если они такие есть у этих людей. Только планета не такая большая, куда тут, собственно, спрячешься. И надо же понимать, что не один человек, которому, ну, допустим, как в кино сделали пластическую операцию, изменили все, что можно изменить, и он там как-то живет. Ну, давайте спросим, а что это за жизнь, раз? Да. Такая, да? Ну и потом, это же не один, их же там много. Говоря о собственных вооружениях, уже посещая Минскую область, глава государства особо отметила вот на важность производства собственных боеприпасов, в частности. Причем таких, которые, ну, как показывает практика как раз-таки украинского конфликта, которые очень важны прямо вот на земле, что называется, на линии соприкосновения. И Беларусь, в общем-то, демонстрирует определенные успехи в производстве таких боеприпасов. Вот эта линия, на ваш взгляд, она будет продолжаться в какое-то время еще? Конечно, это требование времени. Причем мы понимаем, что Россия тоже нуждалась и нуждается в боеприпасах. И, наверное, опять же, выполняя наши союзнические обязательства, мы где-то ей помогали. Но нам нужно иметь собственный резерв и собственное производство. Потому что мы не можем там оголить все свои запасы и остаться ни с чем, да. Поэтому нам надо иметь весь спектр вооружений, которые могут остановить там потенциального противника. Конечно, ситуация во многом, мы видим, по этому конфликту решается в поле, на фронте, на линии боевого соприкосновения, где как раз-таки не всегда нужны какие-то высокоточные ракеты, высокотехнологичные, а нужно вооружение, ну, такого классического типа. И снаряды, и гаубицы, и все в таком духе. И в этом смысле, конечно, мы не можем себе позволить какую-то критическую зависимость и невозможность пополнять запасы вооружения самим. Поэтому это решение логичное, правильное. И я думаю, что эта задача, поставленная президентом, она будет выполнена. Ну, потому что мощности у нас есть, я думаю, технологический потенциал имеется. Поэтому здесь нет ничего экстраординарного. Любое государство, которое забудется о своей безопасности, ну, занималось бы тем же самым. Вернусь к Украине. Вот вы сказали, ну, наверное, это действительно так, что в мыслях у людей, которые сейчас находятся у власти в Украине, ну, или в планах, как там уже у них пойдет, скорее всего, покинуть эту территорию в перспективе. Ну, это будущее, мы его не знаем. Ну, до какого предела все-таки должно дойти противостояние, чтобы, ну, действительно стало понятно, что хватит. Вот хватит. Чтобы все стороны поняли, хватит. Чтобы и опять возвращать к тезису президента, чтобы не гибли люди. Ну, я думаю, для украинской страны, к сожалению, это очень большие потери. То есть они и сейчас велики, но пока нет вот такого психологического слома, что ли, да. И украинские солдаты, и руководство военное все еще полагают, что можно как-то переломить ситуацию военным образом, и вот продолжая вот это сопротивление. Этот слом может наступить в результате чего? Либо какой-то серии поражений, да, вот, например, провал этого контрнаступления пресловутого, еще какие-то удары, которые обесправливают ВСУ, да, украинские вооруженные силы. Тогда уже будет понятно многим и профессионалам, и, возможно, и непрофессионалам, что дальнейшее сопротивление, дальнейшая борьба ни к чему не привыкла. В общем-то, я думаю, что Россия этого примерно сейчас и добивается, для того, чтобы психологически и военным способом надломить, так сказать, волю к такому агрессивному сопротивлению со стороны украинского режима. Когда это произойдет, ну, сложно говорить, но все понимаем, что резервы тоже не безграничны, наступает и усталость от поддержки Украины на Западе, но все равно это может продолжаться и до конца года, и, может быть, и больше, вот пока какие-то ключевые точки в этом конфликте не будут пройдены, то есть неудавшиеся контрнаступления, эффективные удары по резервам ВСУ со стороны России. Вот если это в комплексе будет происходить в ближайшие полгода, то вот тогда может замаячить перспектива каких-то переговоров или заморозки конфликта, ну, пусть не без переговоров там по существу, но хотя бы вот какого-то движения уже в сторону от горячего конфликта. Ну, парадокс ситуации-то в чем? Все это знают, даже те, кто сейчас, как и ястребы, как их называют часто, да, там в разных правительствах разных государств, то есть те, кто за войну, но все знают, что все равно любая война заканчивается миром, а перед миром всегда переговоры. Но вот смотрите, что мы только вот сколько примеров можем привести, там, Минские соглашения, одни-вторые нас просто обманули. Ну, сейчас уже все открыто говорят, просто взяли и обманули на ровном месте. Не вспоминаем давние истории про нерасширение НАТО на восток, но это уже там Будапештский меморандум, которым, в общем-то, собственно, которым нам, белорусам в том числе, гарантировали безопасность со всех сторон, в том числе экономическую, ну, про него вообще сейчас никто не вспоминает, да. Последняя история, которую озвучивал президент, как шли переговоры, и наш министр иностранных дел приезжал на Украину и ввел переговоры, ну, а потом они предложили Стамбул, и вопрос, а зачем Стамбул, если мы с вами граничим, ну, то есть к чему это все? И мысль такая, что ну, как не переговаривайся, все равно обманут, а как тогда переговариваться? И международное право, видим, как справа слева просто вот рушится, то, что мы еще там 10-15 лет назад считали какими-то незыбливыми нормами международного права, вот оно просто на глазах рассыпается, это все, и нет третейского судьи, нет какого-то арбитра, международные организации, ну, не довыполняют свои функции, если так мягко сказать, то где, на каких площадках, как? Действительно, кредит на вере очень серьезный, и особенно в отношении западных политиков, то есть тут уже приходится говорить о том, что, наверное, сейчас нет ни одного, кому можно было бы верить, но появляются в виде новые, не сказать, что третейские судьи, но новые субъекты, да, которые уже начинают играть большую роль, в том числе в международной дипломатии, в переговорах, даже между конфликтующими сторонами. Я, например, имею в виду Китай, да, вот, не обязательно, конечно, только китайская инициатива мирная сработает, но во всяком случае, как одним из гарантов восстановления доверия к тому же западным политикам, Китай может быть, но не сейчас, конечно, для этого нужно созреть самому западу, то есть пока они пытаются отыграть военную карту полностью, то есть даже там сейчас не с кем разговаривать по поводу мира, но мы все понимаем, что грядут и выборы в США, посмотрим, кто там придет к власти, и, возможно, какие-то новые политики, с которыми можно это доверие начать восстанавливать, хотя, опять же, сильно надеяться на это не нужно, то есть не нужно надеяться, что кто-то вот придет, и он окажется честным, нужно быть внутренне сильным и уверенным в себе, чтобы тебя не обманули, вот только это работает. Если ты излишне надеешься на партнера и на его там честность, то тогда это уже слабость, по сути, то есть ты должен надеяться, прежде всего, на себя и на те механизмы достижения договоренности, которые у тебя должны быть. Нарушается что-то, сразу же применяются действенные реальные санкции, удары, экономические какие-то вещи, да, то есть должно быть у той стороны понимание, что если вы не выполняете, значит, для вас наступают некомфортные последствия. И до этой ситуации, ну, тоже нужно дорасти до вот такой уверенности в себе и довести эту позицию до партнеров. Пока мы от этого еще далеки, на Западе надеются все-таки додолить Россию, дожать ее, но уже приходит понимание, что этого не получится. Пройдет какой-то выборный цикл, возможно, вот эти последствия от войны в виде, ну, скажем, наращивания ВПК в Европе, в США, оно тоже приведет к пониманию того, что, ну, от этого будут страдать обычные граждане, да, то есть военные расходы, причем на войну где-то там далеко, они не приносят благосостояние ни американцам, ни европейцам. Но вот ситуация должна дозреть. И вот когда будет и новый, допустим, арбитр в лице, допустим, Китая, и дозреть ситуация, и какие-то новые политики или явления появятся, вот тогда мы можем говорить, что созрела ситуация для установления доверия и выработки новых механизмов контроля над выполнением договоренности. По вашему представлению, какая, ну, идеальная, наверное, если это возможно, конструкция, возможно, на территории вот нынешней Украины, государство, что-то похожее на государство, что должно вот там остаться, что устроит и Россию, и нас, и Беларусь, как ни крути, это наша южная граница, да и вообще всех, ну, и, может быть, не навсегда, но хотя бы на какое-то достаточно продолжительное время принесет спокойствие в регионе. Я, конечно, действительно идеалистический вариант озвучу, который, как мне кажется, устраивал бы и Беларусь, и Россию. Во-первых, конечно, это признание территориального статус-кво, то есть территории Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР и Крым, это уже территория Российской Федерации, причем в теперечниях границах, да. То есть на этом нужно, ну, зафиксировать ситуацию, как мне кажется. Остальная часть территории Украины остается независимым государством, но нейтральным, не входящим в евроатлантический блок, то есть не в НАТО и не в Европейский Союз. Это ключевое условие существования Украины как государства, на мой взгляд. Не знаю, будет ли оно там в ближайшее время нам дружественным и союзным, наверное, пока нет. Но вот хотя бы нейтралитет и не вступление в враждебные блоки, это было бы условием приемлемым и для России, и для Беларуси. Другое дело, что, к сожалению, для Запада пока это неприемлемо, они надеются на то, что Украина в теперешнем виде или в каком-то усеченном все равно останется под их контролем – оперативном, тактическом, военном, идеологическом. И это, к сожалению, проблема. Вот эта экспансия пока не остановлена и в умах западных политиков. И это причина конфликта. Вот как только там наступит понимание, что не нужно воевать с Россией из-за этой земли, на которую Россия, хотя бы как на сферу влияния, имеет право историческое. И Западу тут делать нечего. Вот пока это не наступит, мы не увидим какого-то закрепления, вот какого-то такого состояния. Но мне кажется, вот с точки зрения наших национальных интересов зафиксировать статус-кво территориальный и сохранить центральную Украину, это было бы приемлемо. То есть, например, у Беларуси нет мотивов, которые иногда поскальзывают в такой радикальной риторике ряда российских политиков, мол, ну вот все, украинское государство ликвидируем, украинцы валют в состав русского народа и все на этом. Я не думаю, что все так просто. Во-первых, это все-таки сформировавшись и идентичность, и я считаю, что она не обязательно должна быть бандеровская, националистическая. Украинство может быть вполне с другим знаком. Мы видели и в советское время, да, и мы знаем, что украинцы могут быть другими, да, не такими, какими мы видим в рамках этого конфликта. И я считаю, что нельзя ломать целый народ через колено, нельзя лишать его государственности, потому что это будет очень глубокая травма. Военные раны можно залечить, но не нужно создавать еще более глубокие раны, когда ты просто, ну, отбираешь, да, и право на идентичность, и право на государственность. Вот этого делать не следует. Мне кажется, белорусская оппозиция, белорусский голос, вот как раз-таки, ну, наверное, более чувствительный вот к этим вопросам. И мы всегда говорим, украинская идентичность, украинский народ, украинское государство, мы видим как равноправных, как партнеров, как союзников, но вы-то тоже стремитесь стать такими врагами. И когда Украина будет существовать и будет жить долго? Ну, пока, видите, образ врага рисуют из нас там, там, сейчас. Вот заметьте, вот у нас нету некого такого. У нас все разговоры об Украине, ну, больше чисто такие эмоциональные переживания, что мы видим, какая беда пришла вот на эту землю. Причем там родственников у каждого из нас очень много, а у них здесь. Мы вот, наверное, больше с этой точки зрения смотрим вообще на это все. Но там-то конкретно рисуют из нас врагов. Что с этим делать? К сожалению, увы, это так. И пропаганда киевского режима действительно крайне враждебна. Они не скрывают, что хотят. Ну, то есть всякое такое, да? Да, да, да. Они не скрывают, что, собственно, хотят здесь привести своих каких-то ставленников, поддержать экстремистов здешних, да, чтобы, значит, Беларусь стала похожей на эту Украину. Ну, это понятно, почему происходит. Потому что им нужно как-то оправдывать перед своим населением, почему и белорусы уже вроде как для них, для этого режима враги. Но я думаю все-таки, что это наносное. Потому что вот эти связи глубокие, и семейные, и религиозные, и исторические, и культурные, они глубже. Да, вот этот морок спадет. Спадет он, ну, я думаю, на следующий день, как только в Киеве окажутся другие правители, может быть, более сдержанные, более мудрые, более спокойные. Я этого желал бы украинскому народу, потому что это, прежде всего, в его благо бы сработало. И нам, конечно, это тоже было бы более приемлемо, когда вернется нормальная добрососедская Украина, отношения с ней. И пока этого, к сожалению, не происходит, мы надеемся на это, мы обращаемся и к простым людям. Президент очень часто об этом говорит. Я уверен, до сих пор у него там рейтинг значительный, несмотря на всю пропаганду. Я думаю, что во многих регионах Украины он авторитет. И его мнение услышали бы, вот когда отключили бы эти излучатели, когда этот морок спал бы. Поэтому наше все-таки моральное какое-то превосходство в том, что мы не отвечаем пропагандой ненависти и вражды на то, что льется с той стороны. Мы все равно говорим, мы с вами братья, мы вас любим, мы вас ждем обратно в семью. Вот примерно так. Белорусские пограничники в этом плане молодцы. Вы наверняка видели, да, как они вещают своим коллегам, которые, как ни крути, устраивают регулярные провокации, там, оскорбляют наших. А те им говорят, попробуйте нашего борща. А сало, так это наш общий, собственно, продукт. Оно нас объединяет. Да, чуть-чуть отличается, но наше точно не хуже вашего. Вообще было бы интересно, конечно, вот никто этого не делал. Вот порядка 100 тысяч человек, это только официально подсчитанных, у нас в качестве беженцев из Украины зарегистрировано 100 тысяч человек. Для нашей, там, менее 10-миллионной страны это очень большая цифра на самом деле. И вот как эти люди, что они, в стан врага приехали, что ли? Причем большинство из них въехало, если посмотреть статистику пограничников, именно из Польши и Литвы. То есть через Украину меньше гораздо. Ну, там сложности пересечь границу просто объективные. То есть они не остались в Европе, они сюда приехали. Что они? Среди врагов теперь живут? Вот просто интересно. Мы должны понимать, что украинское общество, в принципе, раскололо. Да, вот даже по данным тех институтов, которые сейчас в Киеве находятся, они замеры делают демографические. То есть за последний год около 9 миллионов украинцев уехало из Украины. И да, где-то 5-6 миллионов уехало на Запад, но остальные выбрали Россию и Беларусь. Это говорит о том, что нет там никакого единства. И люди бегут туда, где им, наверное, ближе, где они считают лучше. И то, что вот такое количество приехало к нам, это говорит о том, что вот эти там 100 тысяч или сколько количество украинцев, они знают и понимают, что в Беларуси, в принципе, к ним относятся как к ближайшим родственникам. Они здесь найдут и кровь, и работу, и их примут как свои. И чего, например, это уже видно, не найдут они ни в Польше, ни в Западной Европе. Там они будут вот такими обездоленными людьми, которых будут использовать на самых там низкооплачиваемых работах, пользоваться их положением бедственным. Я думаю, что те люди тоже на Западе, украинцы, которые туда попали, рано или поздно поймут, где, в общем-то, их реально ждут, их ценят. Но, к сожалению, тоже должно пройти время, прежде чем вот как-то эта ситуация начнет в другом русле развиваться. То есть, когда украинцы начнут все-таки понимать, кто их реальный друг. Ну что ж, пожелаем друг другу, чтобы это время как можно быстрее наступило. Потому как, ну, никому в Беларуси так точно не выгодно то, что происходит на Украине. В Украине, ну, если брать, опять же, обычных людей, которые несут на себе всю тяжесть вот этого конфликта, не те, кто смотрит на Боинг на запасном аэродроме и думает, как в любую минуту он может улететь, а те, кого насильно мобилизуют, кто получает смешные деньги в виде зарплаты, если вообще их получает, там, с этим говорят, тоже проблема. То есть, у кого нет работы. Вот обычные люди, которым надо думать каждый день, как прокормить своих детей, а ребенок же не спросит, папа, а что у нас, война там, или мама. Он просто скажет, я кушать хочу. И чем быстрее это время наступит, тем меньше дети будут задавать таких вопросов. Спасибо вам за этот разговор. Всего доброго. До свидания.